Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели! Я Трощенко Александра, учащаяся исторического факультета Белорусского государственного университета. Одной из главных задач любого высшего учебного заведения является подготовка квалифицированного, целеустремленного, а что самое главное, конкурентоспособного специалиста. Именно поэтому и проводятся исследовательские конференции. Одной из таких является и международная конференция «Китайская цивилизация в диалоге культур». Дадзина конференция, она уже у нас четвертая, проводится как недивная кафедра истории России, хотя, сразумево, эта конференция огульно факультетская. Но так стало, что выкладчики кафедры истории России, Сергей Борисович Жарко, Ольга Васильевна Бригадина, Иван Афанасьевич Литвиновский, и они первое за все, вот теперь и Виктор Адамич Кахнович дадался, молодой наш доцент, и они первое за все по ментальности своей активной выкладчики, и им цикало заниматься, как с пешокурсниками, так и с студентами нашей специализации в разных накерунках. Поэтому китайская история, вот тогда, 4-5 лет назад, стала предметой их зацикавности, и они подвигли студенту, и подвигаются, и в этом году так само отбывается, вот такая массовая, вельми, мне здаец, добра организованная конференция. Программа тут вельми цикава выдадзенная, китайская цивилизация, диалогу культур. Кольки разу темы, с якими студенты выступали, они имели предметом доследования, зразумево, первое за все, китайскую историю, але и уречущих историю российской, украинской, белорусской. Вот такое сумершение, оно мне здаецся не штучное, а натуральное, и даем активность студентам с иши бако поглядзеть на предмет, может, своей больше глубокой зацикальности. Я маю на увазе российскую и украинскую, и зразумево нашу айчину белорусскую историю. Поэтому то, что конференция проходит, конференция может иметь протяг, в этом мы упевнены. Есть люди, активные, которые занимаются, которые воспринимают эту справу, как свою справу, как необходимость эту справу делать. Ведь тогда справа робится, вот им лико, вось такая студентская, молодёвая конференция. Кафедра, и я не могу тут не похвалиться и не гонориться, працую активно, поэтому в этой соведе протяг, зразумево, будет, и мы будем спадзеваться, что и студенты гэта разумеют, и разумеют, як справу, ну, своего-то, пакуль, что может только студентская життя. Ну, и тое, что конференция пачалася и працует, тут уже пажадать, можно только зразумело одного, каб тое, что зроблено на гэтом органецинном узровне было, протягнуто на узровне навуковым. Каб был протяг навуковый, каб были плённые дискуссии, каб были вызначены, будем так говорить, те самые-самые выдатные доклады, выступления на конференции. И каб керауництва факультета, а може университета, маечу на увазях, что всё ж таки наш ректор, з'является старшиня архкомитета, зауважили гэтую справу, зауважили наших молодых навуковцев, и неким чином зарабили тое, что павинно робить старейше покаление. И захвачивали, и морально, и материально, гэта всё тое, что павинно быть. Я думаю, что гэта и будзе. В нашем университете, вот сегодня, 28 ноября, работает секция молодого учёного в рамках этой конференции. Следует отметить, что на нашем факультете эта секция работает традиционно. Кураторство над научной работой студента осуществляет кафедра истории России. И результаты научных исследований касаются как истории русско-китайских отношений, так и истории отношений между Советским Союзом и Китаем, историей современной России и Китаем. В рамках этой конференции студенческие доклады зачастую сопровождаются визуальным изображением, документальными свидетельствами. В общем и целом студенты стремятся в наиболее выгодном свете представить результаты своих научных исследований. Мы всегда встречаемся с неподдельным энтузиазмом, особенно молодых студентов, которые поступили на первый курс, проявляют живой интерес к исследованиям китайской истории. В настоящее время на нашей конференции, на пятой конференции, представлены доклады примерно 80 студентов. Это очень большая секция. Представляем вашему вниманию фрагмент из одного доклада. Истории школы в Древнем Китае. Я попробую объяснить, как многочисленные, многолитие древнекитайские времена, достаточно изолированные друг от друга семьи, смогли совершить объединение, смогли создать огромную империю и смогли сохранить, постоянно развивая уникальную церевизацию, которая развивалась в течение 7 тысяч лет. Мы знаем, что еще у Вадимина II за всю историю Китая империи Хань к 124 году до нашей эры оформилась целая система образования, состоящая из трех ступеней. Конференция стала уже традиционной, так как проводится на базе нашего исторического факультета уже в пятый раз. Именно благодаря этой конференции большинство студентов могут прикоснуться к замечательному миру Китая. Именно мне было приятно поучаствовать в этой конференции, так как я не только смогла приобщиться к культуре Китая, это также является очень хорошим стартом к продолжению научно-исследовательских работ в дальнейшем.